Всем привет, с вами Андрей Браскей и я Анюка. Сегодня смотрим игрушку Space Overlords, игрушка доступна по PlayStation Plus. Это июльская подборка 2018 года, ну одна из игр. И эта игра выходила на ПК еще в марте 2016 года, то есть не свежая игрушка. Но на PlayStation 4 она стала доступна буквально недавно, как и на PlayStation Vita. Хотя я точно не уточнил, недавно она или нет, но явно позже она выходила на PlayStation 4 и Vita, чем на персональный компьютер. Сейчас она доступна по плюсу, смотрим. Что мы можем тут увидеть? Отсутствие русского языка. Первое, блин, за два года не смогли добавить. Хотя, подождите, мы спаем порту, может на порту дать. Да, я боюсь, тут даже японский. На японском. Нет, нет, нет. Музыка, звуковые секции, музыку можно немножко потише сделать, чтобы она вибрация. Тут была даже отключена вибрация. Ой, я еще не сохранил. Вот так вот будет сейв, 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 сейв. Ну быстро так работает меню. И сразу поперла играть. Нормально. Community credits options, extended campaign, какая-то компания, создатель уровней, мультиплеер, ничего себе, что это вообще за игра. Ахать истории мод, синглплеер. Будем играть в одиночном режиме, как континью, если мы не начинали. Мы ни разу не запускали эту игру, это первый раз. Да, начать новую игру. Понеслась. В чем игра даже, я не знаю. Ты знаешь? Не знаю, про Space Overlords. Идорога, выберите своего оверлорда. Они такие, я смотрю, многополигональные, как будто она не в шестнадцатом году, а выходила в шестом приблизительно. Кого выбирают? Вот этого, он самый крутой. Кебаба. Да, кебаб. Ну, кейдам, скорость, силы, он показан, защита. Тут у этого силы, глянь, там, страничь, сколько играть. Терман. Беру, я беру. Может, кого-то все-таки поймать? Ну, давай, Фебус. Кого? Фебус? Да, его нормальный ник. Ну, тут все как бы относительно, она еще от нормального ника. Сыграй, обучение. Ну, давайте сыграем. Ну, кабак, тиран, там что-то такое. Относительно. Кабак, тиран? Ну, у них такие имена. Тут еще и загрузка вот такая дико. Долгая. Почему тут грузиться на лодинг пульсуэйт? Я говорю, как попал в 2006, как будто. Первый PlayStation, там, хотя уже это второй был, там, на закате. О, боже. Он такой, оба. Он слушает оба. Так, и как играть? Будем по уровню, по жизни, правильно? Приготовился, разрушай. Что это такое? Слушай, она еще и тормозит. Ха-ха. Что это такое? Так, бейдет, ну, мент, левый стик, чтобы передвигаться, правый стик, чтобы вращать камеру. О, обалдеть. Я прям, прям в экстазе. О, это не токены. Разрушенные токены. Я это сказал. А, это еще и здание. Так, это города. Ну, я не уничтожаю. 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 Хрен. Я не пойму, чем они отличаются, эти атаки. У тебя есть чей комбо идет? Да, у меня комбо там серьезное, слушай, там. Ух-ха-ха. О, боже, Аня, там спокойно. Чего там? Дэш. Дэшится. О, R1 когда? О, так это другое дело. Дэш у нас, кстати, полоска жизни, он в руках, она, не полоска жизни, а полоска этого уклонения, она не бесконечна. А, спешил атак, нажмите спешил атак, треугольник. А можно, что-то, что-то, пока я не понял, но чуть-чуть. Так, на крестовине у нас есть power-up. Ого, вверх, агильский, я уже активировал. Чё, один раз можно только использовать. Ой. Ты что вообще такое? Что ты смотришь? Будь аккуратно с деревьями на планете. Ха, конечно, надо быть с деревьями, аккуратнее, скоро не останется. Эта часть твои атаки могут тебя повредить. Так что мне делать? С ними. Не трогать их, не трогать. Пролазить в маленькие щели, давай. Щели? Щели? Щели это серьёзно? Тут ещё и как подзаряжают. А, ну мы, короче, мы играем плохим, я понял, это города, они видят. О, это электростанция, видите, подходит, получается, как это, купол такой. Угу. И правая пробочка. Которая подзаряжает поле. И правая пробочка. Вот-вот, и я же об этом. Барьеры и спутники. Барьеры и спутники. Короче, уничтожайте эти заботы, и всё будет отлично. Ну, такой обучающий уровень, я скажу. Я уже понял, о чём экран. Пора, наверное, вырубать уже просто. Ты прав. Обещали там по плюсу раздавать игры, которые закончены у нас обучение, которые получили не меньше там, по-моему, семь с половиной баллов оценку. Я не знаю, что выдают. Они там или пьяные оценивают, или что происходит? Эпсилон. Аллатея. Мы здесь были или как? Ну да, получается, там мы были. Друзья, нет, мы не там, тоже обучающий уровень. Вот, в общем, это галактика целая. Мы были на одной планете, а тут целая галактика. И пошёл сюжет, друзья. Будем внимать сейчас внимательно. Вначале не было ничего. Но был Туан Басирух. Да, оверлорд Туран Басирух был. И его компания этим, ребят, с такими же сильными именами. Но никто не знал, как долго они были там. Только знали все, что они обладают невероятной силой. Окей. Их было семь, да, получается? Угу. А, их было семь, и они заботились о нас. Вот какая штука. Они не были, походу, плохими изначально. Но один из них, Кисидихиан. Кисидихиан. Поработил, короче, своих братьев. Я так, я даже текст не читаю. Я чисто по картинкам. Ага. Ну, в общем, он своих братьев поработил. Отправил их куда-то в неизвестность. Ну, в путешествие, блин, во времени. Нет, ну там, отправил их в неизвестность до скончания времен. Что-то там, короче, он отправился на последнюю колонизированную планету и решил там свой закон, короче. Всем... Ну, что можно сделать? Все гранты. Он поставил апеллиски на каждой планете, чтобы показать свою доминанту. Подкарковать их. Подкарковать их. Подкарковать их. Подкарковать их. Такие вырванные слова. Не, ну, все, все, отчасти ты права. Бассирух. Опять. Их история была забыта, пока они не проснутся и не разрушаются. Да, до тех пор, пока они снова не очнулись. Пробудились. 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 Вот правильное слово. Так, ну и тут нам дают выбрать планеты. И опять, эти закрыты, а это бесплатно. Ну, знаете, вот Free, чего там, Rampage. Бесплатное, короче, разрушение нам тут дают. Такое впечатление, что это бесплатная, free-to-play, какая-то игра. Но ее цена, там, вот, 299. Она продается? Доллар. Доллар и то. Это 10 центов, блин. Хит урод. Доллар, это, наверное, был бюджет этой игры. Sir, we found it. Мы, короче, нашли это. Тут еще делали сильный графон. Графон меня просто прям... Это мое. Вот я чувствую, вот с таким графоном я хочу, чтобы выходили игры. Всегда. Так, at last, take me to the chamber. Наконец, отведите меня в подвал. Ага, наконец-то. Последний, Таян. Бхессериалы. Какие-то этими бусами наделали. Так, не хочу я видеть никого. Но, вот, судя по именам, вот, что-то вот оттуда. Оттуда. Боже мой, это энергия. Мы можем, в общем, ей воспользоваться, чтобы во славу Китур Унана. Угу. Фемус. Гррр, Фемус сказал. Угу. 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 Not let the creature reach the обелиск. Короче, мы не должны дать создание добраться до обелиска. Уничтожьте всех. Ээээ... Уничтожьте всех. Много непереводимого текста. Короче, украли там что-то у его брата, и нужно это вернуть. И не дайте добраться к чудовищам этим созданием, точнее, до обелиска. До какого-то, да? Да, да, да. Ты тоже самое? Да, да, да. Перевела? Конечно. Нахмайо. Нахмайо! Такое впечатление, что это первый раунд Mortal Kombat по вот этой озвучке. А, тут нужно, друзья, нажать еще кнопку, чтобы все началось. Готовы уничтожать. Ого, о боже мой. О, они еще и сражаются. Смотри на них. Так, это какие-то самолеты, это что такое? Ого. То, что надо разрушить. все они слева за тебя не ну с такими врагами проблем не будешь пойти даже можно скалы разрушать чтобы не мешались да нужно будет посмотреть еще мультиплеер короче какая-то одиночная компания да ну может быть там веселее будет вообще кто-то играет мы заодно узнаем в эту игру это что это отсюда мы что ли начали максимальная комбо 107 это планета она вроде как меньше по размерам чем ну знаешь то есть там как будто мы напротив шаг небольшой мы двигаемся по ней в одном и том же направлении она все больше и больше становится наверное 2016 не позволяли компьютеры более более крутую картинку сделает а какой там а как мы запрыгнуть наверх уау там что-то призывают призывают а это важен шоу финиш юмой короче все было так как максимально комбо 35 если 107 максимально комбо было просто последняя комбо было окей мы победили сто процентов 219 зданий с 219 но я вообще не могу ну понять одного если у нас там не таймера нет ну мы в любом случае победили ты просто найти все эти дома по моему даже времени показала до за которые мы победили она двигается к нашей планете помогите мы его остановим отправляйте там короче солдат короче с как много времени стать с тех пор прошло я не пойму что тут происходит он говорит не зря на метакритике пятерочка этой игре поставлено не просто так я не знаю конечно что нашли они в ней чтобы 5 поставили ну мы как бы даем игре шанс мы позже давно закончили но мы хотим еще один уровень может быть что-то действительно дальше интересно будет ага эта планета может быть уничтожена только используя кнопку эрогин это как а некоторые здания только вот руками он их не уничтожает разлить и еще силовое поле гуляет гуляю ой а ну точно она гуляет у меня есть здоровье ну да ничего себе а как восстанавливать здоровье это я не прикасаюсь уже ускорение а я вижу но я же не могу давай ты помнишь серьезно я там треугольник пристал уничтожают создание короче кнопка r1 квадрат крестит бить понятно крестик крестит бить почему камера так близко как я а а я не знаю как далеко там сделать в камере а а понятно квадратно а вот сделать далеко не может быть квадратом нет 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 дома можно уничтожать только ради дэш дэш в правом верхнем углу зеленая полоска вверх о ну давай бил уходи нет нет они тебя преследуют восстанавливать вообще жизни можно да как то нет ой тогда держись надо вот этим не скажет лазер небо что оно такое не могу понять что наносит урона что нет но и поля вот эти точно наносят если это поля вообще вот энергии желтый а он за тобой здесь тебе левее надо взять как-то нет 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 ты ты они меня задавили что ты делаешь слушаем но тут какой-то челлендж вдруг появился 108 на сложно 108 зданий 192 уничтожено да внезапно сложно стало потому что какие-то реальные энергетические поля появились которые зажимают двух сторон и труба еще разочек теперь моя очередь да вообще потом у нас мультиплеер да можно так но я нажал уже несколько раз крестик мы начнем зря вот такая пауза перед долгие загрузки это как-то сбивает ну ты я не увидел и тупую пойду вроде бы шар такой огромный эта сфера как-то я и не щас Слоната я и не приметил. Хорошу дай здесь стенки, чтобы они не мешали тебе убегать. Так, а дилитив, куда нажимать? Вправо, влево, вверх, вниз? А как камеру ты далеко сделала? Не знаю. Я просто классывала всю победу. Обалденно. А история проклацала все победу. Там еще домик, домик сам остался от камня. А тут он... А-а-а! Сваливаем. Ага, они хотели тебя задавить. Дэш не осталось. Дэш, он пополняется как-то очень долго. А, кнопка L1 получается отвечает за камеру. Вот, можно... Ну вот так, кстати... Блин, дэш пока до конца не заполнится. Нельзя им пользоваться. А нет, нет. Вот, вот теперь он стал... Можно теперь опять... Нет, слишком далеко, по-моему. Так хотя бы видишь, как двигаются эти поля. Ну да, можно так подглядывать. Сейчас я смерть настигнет. Не-не-не. Домик, домик! Такая я вижу домик. Что ты делаешь? Я вообще кошмара наубиваю. Давай, Аня, твоя очередь побеждает. Вдруг нереально стало сложно. Кошмар. И даже стало немножко интересно, получится ли у нас это пройти. И вот этот челлендж заставляет переигрывать этот уровень. Ну, могли бы сделать как-то красивее, я не знаю. Слишком, слишком простой графон. По всей видимости, даже, наверное, не нужно давить кнопки. Оно само начинается, только такая большая пауза. Да, лучше бы они дали возможность просто самому контролировать, когда ты хочешь начать игровой процесс. И когда показывают нашего, там, героя, должна быть кнопка. Нажмите там крестик, чтобы начать. Так бы было получше. А, время идет. Глянь, таймер есть. 225 секунд. Чтоб я его в первом... На первой планете не увидел. Все, да, перестал работать или работает? Нет, это все работает. А как только что он пополнился? Как игра? Ну, такое, я тебе скажу. Единственное, почему мы ее еще не выключили, потому что мы хотим, ну, эту планету зачистить и посмотреть, как в мультиплеере. В общем, что в мультиплеере будет происходить, есть ли там люди и играют ли они вообще. То есть, может быть, в мультиплеере вся соль. Реджел, привет. Рад, рад, что ты заглянул. Не торопись. Ломать, кстати, скалы можно и ударами. Эй, эй, эй! Нет! А тут просто атаковали все внезапно. Как-то внезапно у тебя быстро дэш пополняется. Вот что, что, что за это отвечает? А, ты разбиваешь электростанции вот эти, и у тебя восполняется полоска. Дэш отлично. И, кстати, дэшом можно через камни вот эти проходить. Осталось 31 строение. Ты практически, практически победила. Да бей, бей, надо было еще. А, он не достает. R1? Нет, уходи от этого кольца. А, ну, ломай стены. Вот о чем я говорю. Эй, какой континью, куда я... Давайте, давайте, ладно. Что-то затянулось. Слушай, сколько тут планет в галактике? Немного. Немного. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Всего восемь. И давайте посмотрим, сколько галактик. Давайте глянем все-таки мультиплеер. И на оконцовочку добьемся все-таки эту планету. Так, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая. Семь и по восемь планет. Восемь на семь. Какая там? Пятьдесят шесть. Кто математик у нас тут? Сколько получается? Не знаю. Аня, ты чудная вообще? Нет. Так, возвращаемся на первую планету. Пятьдесят шесть. Как Андрюха и... Двадцать лет назад видел таблицу умножения и помнит этот... Молодец. Не молодец. Просто гений. Так, 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 стойте, стойте. Давайте скипанем эту заставку. Мы не туда немного зашли. Мы хотим посмотреть мультиплеер. Сейчас в мультиплеере просто баталии там рубятся больше людей, чем в Battlefield. Я думаю, все так и будет. Создание уровней. Ну давайте мультиплеер смотрим. Ну такое. Можно как бы дать... Ну... Короче, проект скорее жив, чем мертв. Но... Но. Ага, друзья. Вот какой у нас мультиплеер. Мультиплеер у нас. Я? Можно четвером просто играть. Я думал, это будет по сети. А это у нас просто... Просто... Ну, локальная игра на одной консоли. Так, левел-эдитер. Давайте глянем у левел-эдитер. Сейчас мы с Анютой сыграем еще двоем. Назовите галактику. Ну, пошло-поехало. Ну, честно говоря, что тут можно создать? Вы видели там, что нас создавали у нас разработчики? Так, стендер, что такое? Что это за компания? Тут еще и какие-то дополнительные компании. Сражайтесь за очнувшихся или за великого серпента. Так, ладно. Давайте мультиплеер. Мультиплеер. Серьезно, будем сражаться друг против друга? Нет, это совсем не серьезно. Это так, Андрюха, просто придумал. Options кнопочку нажмите. Я думаю, стоит разных выбирать ребят. В общем, мультиплеер до четырех игроков, но это все будет происходить на одном экране. Я думал, реально сетевой режим нет. Давай я вот этого возьму. Что там? Солописки. Выберите свой скин. Какой-то выбрал. Дарк. Мультиплеер на планету. Выбрай. Филетовенькую сауну. А, мы можем любую выбрать. Давай последнюю. Ага, тут еще и какие-то режимы есть. Free for all, team battle, defend, обелиск, защищай, да, обелиск и дарк, темная инфекция. Free for all. Давайте по очереди посмотрим, читать долгое дело. Сейчас разберемся в процессе. Мне интересно, как... А, ну экран, наверное, не будет делиться. Или должен разделиться. Все, мы вдвоем играем. Если кто-то вдруг окажется, с другой стороны разделится. С другой стороны планеты. Так, я тербангом играл. Да, а я огнином. Огнином. Ну серьезные, ребята. Темные. Ты ногой там застрял уже куда-то. А, и... Мы просто опять сражаемся. Мы, подожди, кто больше наберется очков, или что вообще? Надо было, наверное, все-таки почитать, чего от нас хотят. Представляете, на четверых, если бы разделился экран? О, Боже. Там даже на диагонали 70-е выглядело бы все как в этом. О, мы можем с друг другом там конфликтовать. Ты меня бьешь? Нет, нет, нет. Там просто штуки вот эти. Штуки вот эти меня бьют. Да. Ой-ой-ой, мне надо прям надавали тут со всех сторон. О, дыхание-то в рамках. лично в этом не до конца понимаю что тут нужно ломать а что нет ну точнее что можно ломать что не какое-то какое-то кубой но что-то я мру стоим не что-то покойки во время у нас не ограничено соответственно это знает что у нас здоровье там практически не осталось что за стремный звук тогда как спешил активировать треугольник треугольник нет я не знаю я так много от кого до любого это спешил другом толку с него никакого все мы все нет в позе 61 из 113 мы далеко еще не все скалы я тебя ударил ты меня задеваешь да у нас уходит даже может нам не сильно друг друга надо гасить надо было все таки почитать что это за мультиплеерный такой режим так иди сюда давайте камеру поближе mortal кома ты победила вот это блин история да там получается просто у нас разные очки я сказал 61 разбили нет 50 с чем-то ты разбила один аж одно строение я разбил то есть но такое короче она меня сделала давай давай еще разовка посмотрим другой режим почитаем хотя бы что стоит я отменил еще раз мультиплеер только проиграл сестре мультиплеерная планета допустим 3 значит team battle командная игра играйте 2 против 2 где каждый игрок будет стараться уничтожить команду противников пока увеличиваете свои статуи уничтожая строение окей защищать обелиск ага а вот первый кстати режим free for all тут нужно было вообще написано побеждает тот игрока у которого больше всего очков за уничтожение зданий а но и также он будет уничтожить другого плеера может то есть вот и все дальше защита обелиска ну что они сделала в конце в общем то of the four players each one which will be discovered the planet face of against each other to destroy all enemy обелиск короче обелиски уничтожать противников они должны защищать и темная инфекция что это за один из лордов инфицирован он более сильнее чем другие игроки ну чтобы изречиться нужно разрушать других лордов если игрок убьет другого лорда лорд я не ага если один игрок убьет другого лорда то тот оверлорд получит его инфекцию шоу и должен быть следующего чтобы это от этой инфекции избавиться блоге уничтожить тайминг плеер который меньше всего инфицирован тут и побеждает кстати достаточно наверное интересный режим но мы наигрались уже в мультиплеер и в общем так как и в эту игру давайте глянем еще все-таки сможем ли мы отмена 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 волк измена измена волку украл козлят так мы для ним еще 100 ремонт кстати может быть мы в 100 ремонт сыграем мультиплеере вот какой какой у нас есть какая у нас есть возможность посмотрим да я выбрал уже давай выбираем только не одинаковых да нет не поддался не родился всем играть скипанем эту заставку мы уже смотрели уже на смотри ну что вот эта планета как я мы точно не смогли победим всех не смогли если нас раздавит вдвоем не знаю будет ли поделен экран или вообще мы будем играть по очереди сейчас сейчас со всех вот это вот это моё со всех да со всех сторон мою игру как бы осмотрели ага вот как сделано значит основная компания играется ну можно проходить боем что тоже как бы особо его не улучшить да что же меня так сильно мальчик я не могу понять мне так сильно больше не умерла у меня закончилась так и сделать могли бы сделать на весь экран тогда раз один игрок уже отдыхая правильно зачем оставить черную половину расширивать бы как-то красиво на весь экран андрюха побеждает если что видите я уже все добрый сайт нельзя это уничтожать какой-то кстати я выбрал какой-то игрока он будет тюфят ну это длиннорукий там длиннорукий то еще о вору о вору о вору или как-то вот делать а вот вот Продолжение следует... Тут если бить перестала, они дают дэш. Дэш? Да. Ух ты! Вот так просто подходишь, и они как бы, да. Вот теперь всё стало ясно и понятно. Как они побеждают. Живи, они не дают. И от этого больно. Кто в меня там стреляет? Ну, чего я так много? Дэшом, кстати, противники не убиваются, если что. Да. Понятно. А, может это не ты все эти видео играл, только зучкой занимался? Нет, Райджел. Нет, это не так. Ань, 156, осталось там совсем чуть-чуть. Всё. Победа, наконец-то. Аня. И всё-таки Аня смогла это сделать. Потому что я играла Кибака Раном. Он, какой красавец. Серьёзный парень. Да. Так, ну что, континью, континью. Ну, следующая планета. В общем, всё понятно до конца, что из себя представляет. Игрушка представляет она из себя полной. Не, любая игра, любая игра, это вложенный труд, и я обычно не... Ценю. Говорю об играх плохо. Нет, они не ценю. Нет, просто говорю об играх, плохо обычно не отзываюсь. Понятно. Правильно. Вот, но эта игра заслуживает того, чтобы, короче, они плохо отозвались. Не, ну всё очень просто. Она бесплатная, но даже как игра по плюсу, я не знаю. Вот почему PlayStation Vita не пользуется популярностью, потому что, если на ней только в такие игры можно играть, то, ну, 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 это не дело. Друзья, в общем, Space... До свидания. Space Overlords, так себе. Игрушка. Я бы, конечно, за неё деньги не заплатил. По PlayStation Plus ещё можно, можно посмотреть, но вот это сколько мы минут 20 потратили, это только потому, что мы осматривали, что тут есть в меню, то есть, что с собой представляет мультиплеер. Если бы, на самом деле, я её скачал, допустим, не под запись, то, наверное, больше пяти минут я бы в ней не провёл. Ну, а там, смотрите, может для кого-то это, на самом деле, шедевр. Игрушка Space Overlords доступна на ПК, PlayStation 4 и PlayStation Vita. Сейчас она бесплатно раздаётся по подписке PlayStation Plus июля 2018 года, можете закачивать и наслаждаться этим в кавычках шедевром. Спасибо за просмотр и всем пока. Bye.